Денис Семяшкин 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 Договор с Архангельской областью позволил нам привлекать средства федерального бюджета. Регион, который сегодня не вкладывается в инфраструктуру, завтра окажется на обучении экономического развития. Во-вторых, необходимо привлекать инвестиции частных компаний, в частности недропользователей. Третья задача руководства округа – перестраивание бюджетной системы. В первую очередь, это сокращение затрат на администрирование. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В малых населенных пунктах прошла реорганизация библиотек и медицинских учреждений, которые были самостоятельными бюджетными организациями. На рынке образования, здравоохранения, социальной помощи за редким исключением представлены только бюджетные учреждения. Отсутствие конкуренции делает систему неэффективной по сравнению с другими регионами, где давно существуют, к примеру, частные детские сады или частные медицинские центры. Новый подход изменит структуру занятости, а самое главное – повысит качество услуг для нашего населения. По мнению губернатора, необходимо продолжить государственную поддержку стабильно развивающихся предприятий. Так, в прошлом году округ выделил средства на обновление авиапарка воздушных судов на Ринмарскому объединенному авиаотряду. Ненецкой компанией электросвязи была оказана помощь в организации наземных каналов связи в населенных пунктах. Ежегодно выделяются субсидии оленевоческим и рыбодобывающим хозяйствам. Увеличена поддержка малого бизнеса. И в этом году появляются новые субсидии на производство продукции овощеводства, на поддержку начинающих фермеров и семейных животноуческих хозяйств. В два раза увеличено финансирование госпрограммы развития предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе. Особого внимания требует сфера ЖКХ. Модернизация инфраструктуры возможна посредством концессионных соглашений. Эта форма государственно-частного партнерства уже зарекомендовала себя в регионах. Так, в стране заключено 271 концессионное соглашение на общую сумму обязательств 71 миллиард рублей. При этом в этих регионах аварийность, теплоснабжение снизилась на 47%, теплопотери на 18%, водоснабжение на 21%. В Ненецком округе пока заключено только одно подобное соглашение. В то же время в бюджете региона необходимо предусмотреть средства на финансирование всех социальных мер поддержки. С 2016 года будут увеличены выплаты лицам старше 70 лет, сохранены в полном объеме доплаты к пенсии, выплаты семьям с детьми. Подводя итог выступлению, Игорь Кошин подчеркнул, стабильность и развитие региона невозможно без поддержки и помощи жителей округа. Валентина Чебич и Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал «Север». 25-я сессия окружных депутатов стала последней перед парламентскими каникулами. В повестке заседания значилось 42 вопроса, среди которых законопроекты в сфере социальной защиты населения. Одни из одобренных законопроектов – поправки в устав Ненецкого округа и бюджет на 2016 год. Ненецкий округ вошел в состав Арктической зоны России. Соответствующие поправки внесены в устав Ненецкого округа. Кроме того, в документ вошла поправка о принесении депутатами парламента торжественной присяги на первой сессии каждого нового созыва. Это предложение в стенах собрания депутатов озвучил Игорь Кошин в марте 2016 года. В двух чтениях принят закон о возвращении с 2017 года к трехлетнему бюджетному планированию. Это обусловлено новой экономической ситуацией и необходимостью строить долгосрочные прогнозы. Так, в этом году регион дополнительно получает 816,5 миллионов рублей, 814 из которых – федеральные средства. Депутаты определили все отрасли экономики, куда будут направлены деньги. Это средства целевые, поэтому они сегодня приняты решение и направлены на, прежде всего, строительство социальных объектов. Это строительство детского садика на 220 мест в районе, микрорайоне авиаторов, 73,4 миллиона рублей. Кроме вот этих федеральных средств и средств окружного бюджета, наша нефтяная компания «Росвет Петра» также выделяет 30 миллионов рублей на строительство этого детского садика. И мы полагаем, что этот детский сад будет построен уже в конце следующего года. На строительство еще одного образовательного объекта в районе авиаторов будет направлено 115 миллионов рублей. Возведение нового здания школы номер 3 обойдется округу в немалую сумму – 2 миллиарда рублей. Поэтому федеральная субсидия будет с существенной поддержкой региональному бюджету. Окончание строительства намечено на конец 2019 года. Еще 10 миллионов 700 тысяч рублей будет направлено на строительство школы на 100 мест в Тельвиске. Часть субсидий пойдет на реконструкцию и строительство дорог. Внесены в окружной бюджет и поправки в части обеспечения социальной защищенности населения. Так, многодетные семьи получили право на единовременную выплату вместо земельного участка. Семьи, имеющие детей-инвалидов, теперь могут расходовать средства материнского капитала на приобретение средств реабилитации. Расширен перечень лиц медицинских работников, которые получают компенсацию на аренду жилого помещения. Мы хотим, чтобы на нашей территории сохранялись в том числе и кадры, высококвалифицированные. И вот эту сторону вопроса мы сейчас постарались отрегулировать. Речь идет о том, что врачами среднего медперсонала была предоставлена мера поддержки из нашего бюджета, которая компенсировала им часть затрат на поднаем жилья. В настоящее время мы решили данный вопрос оказания материальной помощи и компенсации в этом виде, в том числе и младшему медперсоналу оказать, но в то же время уменьшить срок с 10 до 5 лет. При этом получатели компенсации на прежних условиях сохраняют все свои льготы в полном объеме. Предусмотрена в бюджете и поддержка частных детских садов. Она позволит ликвидировать очередь в детские сады в Наринмаре и обеспечить равные условия получения дошкольного образования. Благодаря окружной субсидии частные детские сады смогут снизить стоимость получения дошкольного образования до уровня бюджетных учреждений. В целях выполнения поручения президента России губернатору округа вводится новая субсидия на обеспечение деятельности частных детских садов. Создаются равные условия финансирования частным образовательным предприятиям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в основном от 1,5 до 3 лет и государственным образовательным учреждениям. Также на 25-й сессии были одобрены законопроекты о снегоходных маршрутах в Ненецком округе, об управлении государственным имуществом. В первом чтении приняты законопроекты о сокращении отпусков государственным и муниципальным служащим, о введении штрафов за несанкционированный выход на лед. На основании обращений жителей округа будет возвращено вещание телеканала «Север» в пакете Триколор ТВ. Быть в курсе новостей региона позволят 13,5 миллионов рублей, выделенных в окружном бюджете. А теперь перейдем к актуальным вопросам социальной сферы, которые поднимались на прошедшие недели. Окружные депутаты запретили выделять многодетным семьям земельные участки, не обеспеченные объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. Соответствующие поправки в закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком округе были одобрены на 25-й парламентской сессии. Закон также дополнен статьей о предоставлении многодетным семьям иных мер социальной поддержки взамен земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. В качестве такой меры предложена компенсационная социальная выплата. Ее размеры и условия предоставления в законе не прописаны. Эти параметры будут определять администрация округа. Выплата будет предоставляться с согласием многодетных. Такие семьи включат в отдельный список. При этом предусмотренная им выплата не обладает конкретным целевым назначением и может быть израсходовано многодетной семьей и на иные цели, помимо реализации жилищных прав. По последним данным, сегодня в округе проживают 457 многодетных семей. Из них большая часть зарегистрирована в Нарьинмаре и поселке Искателей. 20 в сельских населенных пунктах. В целях учета многодетных семей будет формироваться единая общая очередь. При этом в первоочередном порядке бесплатную землю под строительство дома предоставят многодетным семьям, в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья. На 25-й сессии был принят еще один законопроект, касающийся социальной защищенности детей-инвалидов. Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья и право на получение материнского капитала, могут направить сертификат на покупку средств реабилитации. Законопроект появился по инициативе жителей региона, которые обратились с этим вопросом к депутатам. Парламентарии внесли соответствующие поправки в закон Ненецкого округа о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, тем самым расширив использование средств материнского капитала. Об этом рассказал Виктор Кмить накануне сессии. Суть вопроса, ну такая она, достаточно жизненная и болезненная, потому что для вот этого ребенка-инвалида ему нужен слуховой аппарат, достаточно дорогостоящий. И получается абсурдная ситуация. С одной стороны, у них есть право на получение материнского капитала, достаточно значительная сумма. С другой стороны, действующим законодательством не предусмотрено использование этой суммы на приобретение оборудования, необходимого для реабилитации или абилитации ребенка. По словам депутата, в Ненецком округе проживают порядка 20 семей, имеющих детей-инвалидов, которые могут воспользоваться нововведением. Не менее важная тема прошедшей недели – запуск в Нарьинмаре асфальтового завода. В этом году Нарьинмар-Дорьемстрой планирует изготовить более 12 тысяч тонн асфальта для ремонта городских дорог. Предприятию предстоит привести в порядок 5 городских и 2 межмуниципальных улицы. Перед запуском на асфальтовом заводе провели полное техническое обслуживание. Были выполнены ремонтные работы и практически полностью восстановлено оборудование. Также поменяли горелку, что позволило значительно снизить расход топлива и ускорить процесс разогрева битума. В этом году, как и в прошлом, для изготовления асфальта будут использованы минеральный порошок. Он позволит улучшить сцепление между щебнем и битумом. В сутки асфальтовый завод может выпускать 820 тонн асфальта. И это не максимум, говорит старший производитель работы Евгений Оловацкий. Все в зависимости от погоды, от подачи материала и от того, как быстро его ложат. Ну, я говорю, это где-то вот устремленное такое. Его работа завода вообще, мощность завода при идеальном 45 тонн в час. Вот. Ну, в среднем, я говорю, когда, как выходит. За процессом изготовления асфальта следит Александр Володарский. Специалист работает на заводе уже более 20 лет. Весь процесс производства асфальта. Поступление материалов в барабан, нагрев, потом подача на грохот, потом от горхотка идет, раздел по фракциям, дозировка фракций. И уже сместители добавляются битуми, уже изготовляется асфальт. Горячий продукт вывозится на место укладки и поступает в распоряжение квалифицированных асфальтоукладчиков и дорожников. В планах на Ринмардо Ремстроя купить собственную лабораторию для анализа качества асфальта, что гораздо сократит сроки ремонта дорог. В Ненецком округе началась подготовка к новому учебному году. За летний период необходимо отремонтировать 82 образовательных учреждения. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 44 миллионов рублей, в том числе 17 миллионов на ремонт школ, 23 миллиона – детских садов и 3 миллиона – на учреждения среднего профессионального образования. Специфика ремонтных работ в каждом учреждении своя. Где-то необходимо поменять систему отопления, где-то починить полы. Несколько учреждений образования должны выполнить предписания надзорных органов, обеспечить пожарную безопасность и привести в соответствие санитарное состояние зданий. Есть у нас замечание санитарно-эпидемиологического законодательства. Прежде всего, это от Роспотребнадзора. И здесь сегодня это связано прежде всего с вывозом твердых и жидких бытовых отходов. И вот эта проблема, с которой мы столкнулись, она должна решаться в комплексе. Здесь это оборудование прежде всего вопрос. Внутреннее должна быть сеть канализования. Это обеспечение беспрерывной подачи холодной и горячей воды в помещение, пищеблока, медицинского назначения, туалетов и так далее. Работы по обновлению зданий уже начали три детских сада и социально-гуманитарный колледж. Косметический ремонт проводят в начальной школе-саде в деревне Верхняя Пёша. В детском саду у нас, например, пять воспитанников. У нас здания очень маленькие по площади, потому что детей у нас мало, никогда много не было. Две группы. Покраска полов в одной группе. В другой покрытие пол и линолеум. Побелка потолков в детском саду. Вот в этих двух группах. Не тот кабинет, покраска пола. В кухне у нас побелка потолков и стен. В школе у нас все полы покрыты линолеумом, поэтому мы с ними ничего делать не будем. Стены у нас тоже стены хорошие, они обиты фанерой и покрашены краской. Просто мы будем их обтирать влажной тряпкой, все пыль убирать. В коридоре будет экспорта пол покрасен у нас. И в коридоре у нас тоже будет краситься пол. Ну и крыльцо у школы тоже, веранда будет покрашена. На все работы в школе выделено 150 тысяч рублей. Закончить ремонт планируется к 1 августа. Когда начнет работу межведомственная комиссия по подготовке образовательных организаций Ненецкого округа к началу учебного года. Отремонтированные здания пройдут проверку Роспотребнадзора, Роспожарнадзора УВД России по Ненецкому округу, профильного департамента и глав муниципальных образований. В ходе обследования зданий комиссия также проверит документы учреждений и оценит работу по устранению замечаний надзорных органов. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Следить за порядком на российских дорогах – их призвание. Сотрудники Ненецкой госавтоинспекции принимают поздравления к профессиональному празднику. Ежегодно в России его отмечают 3 июля. У Дорожной инспекции Ненецкого округа в этом году праздник двойной. Ведомство отмечает 80-летие. Дата образования отделения ГИБДД в Ненецком округе считается 1959 год. Тогда в органах внутренних дел Ненецкого окрысполкома была введена первая штатная единица дорожного инспектора. На эту должность назначили Филиппова Геннадия Захаровича. В его обязанности входили учет транспорта, выезд на дорожные происшествия и проведение профилактической работы на предприятиях и организациях. Как говорит его последователь Юрий Казанцев, первые инспекторы дорожного движения строили с нуля всю систему работы подразделения. Буквально, когда в 1993 году субъект стал федерацией отдельный, мы вышли из состава управления Архангельской области и стали как самостоятельный орган. И началось с того период формирования подразделения как отдельного органа субъекта федерации. Буквально с 1994 года у нас сформировалось отделение РЭО ГИБДД. Потом пошло формирование отделения СМО ГИБДД. Сформировали взвод ДПС, который в сегодняшний день существует. Ну и потом пошли вспомогательные службы. Это технический надзор, доронадзор, группы формировались. Ну и потом пошли там из Петра по пропаганде. Это все приходилось. В тот период, значит, у нас действительно базы никакой не было. Мы здесь находились в этом здании. В небольшом кабинете все располагались. Вот в связи с тем, что было увеличение, нам, значит, порекомендовали, значит, здание поселка Искателей, пожарная часть, второй этаж. Мы там, значит, в начале того здания полностью перебрали по своим уже требованиям по ГИБДД. Потом, значит, было строительство материальной части, это гаражи. Потом пошли приблизаться автомобили для подразделения ГИБДД. Вот, ну, вот так вот в тот период все начиналось. Тогда еще на улицах Наренмара было больше пешеходов, нежели водителей. Сегодня обстановка совершенно другая. Согласно статистике, по дорогам города ездит порядка 15 тысяч машин. Интенсивность движения отражается на работе дорожных инспекторов. Служба идет днем и ночью. Сегодня Государственная инспекция безопасности дорожного движения – это мобильная и оснащенная служба, в которой трудится более 60 человек. Много, так называемых, крутых на дорогах. С каждым из них вам надо разбираться, с каждым, каждого из них поставить нормальное положение, чтобы они аккуратно ездили на автомашинах. Сложно. Да, бывает и недовольные. Да, бывает всякое в нашей службе. Но мы с вами стараемся преодолеть все тяготы лишения вот этой нашей службы. В преддверии празднования 80-летия со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения в ОМВД России по Ненецкому округу состоялось торжественное поздравление сотрудников и ветеранов ведомства, а также вручение наград и благодарственных писем. Дорогие сотрудники Госавтоинспекции, уважаемые ветераны службы, поздравляю вас с 80-летним юбилеем образования Государственной автомобильной инспекции. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, вежливых водителей, безопасных дорог и мирного неба над головой. В завершение торжественного мероприятия начальник управления вручил сотрудникам и ветеранам ведомственные медали, почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин